Всем привет! Выбрался на охоту ненадолго сегодня, на полденечка. Но погода опять, ветер дует. Еще и после обеда дождь обещают. Поэтому недолгая будет охота, посмотрим, что у нас получится. Сегодня буду охотиться с махокрылом и манками. Все, переодеваемся быстренько и полетели. А то у нас времени часа, наверное, 3-4 на все про все. Первый патрон поставлю азот-спортинг. А дальше тоже азот-троечку. Мне тут понравилось, если честно, тройка стрелять с селезней. Именно кряквы. Они большие и тройка просто их валит хорошо. Но единственное, если черки или соксуны, то попасть троечкой, конечно, тяжело. Чирочек. Чирочек первый в этом году. Трескунух. Блин, так разволновался, когда селезень начал налетать что-то. Думал, уже все. Лежит на сковородке и промазал три раза. Ну, бывает что-то. Их, я поднялся. Смотрите, смотрите. Я даже не знал, что их здесь токает. Вон, еще, еще, еще. Чирочек подсел. Что стрельнуть еще чирочек? Далековато. Продолжение следует... Продолжение следует... сейчас валится пошла 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 есть ворона ворон надо чистить вот он красавец зеленый змей 1 1 крях 1 ворона хорошо такая лужица утки плавают сейчас придется их поднять и будем ждать когда вернутся посидим на этой лужице еще 1 ворона ну что здравствуй еще один зеленый грязный стал в паленку упал хорошая лужица утки много сидел самый жадный прилетел готов а 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 и Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая получилась охота. Время 11 часов. Можно, конечно, еще ходить, манить. Весной чем интересна охота? Тем, что нет времени, скажем так, утрянки, вечерки. Можно абсолютно вот с утра и до вечера ходить с манком, выманивать, и селезня идут. Потому что у них такое бывает раз в году, и они ждут этого звука, этого волшебного кряканья от уточки, чтобы размножаться, скажем так. Махакрыл еще раз доказал свою эффективность. Утки на него летят. Ну, селезня, вернее. Манок тоже просто обалденно. Манил этот раз утиная фея от школы охоты, акриловый маночек. Он такой громкий, резкий, плюс сегодня ветер тоже достаточно сильный. И он прям хорошо пробивал. Вторым манком, тоже от школы охоты, как же он, одержимость называется, Манилмала. Ну, не его пора. Его пора это вот в лесу таком вот затопленном. Если бы я зашел туда, вот такие вот березы. Это вот любимое, самое любимое место крикоша и утки. Вот если вы видите такие затопленные березы, и там есть чуть-чуть воды, идите туда смело и будете с уткой. Их там просто несметное количество. Обработал всех уток, почистил. Сейчас домой поеду, уже переоделся. Что-то есть захотелось. Взял с собой вот кашу, которую я готовил. Ссылка вот где-то здесь. Ну и так какой-то вывод сделать по охоте. Сегодня понял, знаете что? Раньше не обращал как-то это внимание. Два раза находил место, подходил. Были плесики. И утки поднималось просто немерено. Я думал, там все, я хорошо постреляю. И два раза на этом месте, короче, не было ни одного выстрела. Я стоял там, причем долго, час практически. Они летали, но вне зоне доступа, не в зоне выстрела. Там метра 80-90, не меньше. И как я, ну, что я понял? Если видим плесик в воду, и до него осталось там, допустим, метров 70-80, не надо идти на эту воду. Вот доходим по сухому. Метров 50 это самая близкая дистанция. Потому что иногда бывает, утка сидит под самой кромкой, она вас слышит и взлетает. Лучше метров вообще за 70-80. Все, ставим махокрыл или там в манок начинаем дуть. Ну, прячемся в какую-то приманку. Ну, с махокрылом очень удобно. Его видно сдалека. И утки селезни на него прям летят. Они слышат ваш манок, видят какое-то движение, думают это утка и прям очень хорошо на него заходят. И вот после этих двух раз, когда я заходил на этот плес, поднимал всю утку, я думал, она все равно вернется, два раза по нолям. И я стал не доходить, становиться прям на сухой земле. Там максимум было влажное почтво и все. И охота как-то пошла один, два, три раза. Все остальные разы прям очень было хорошо. Поэтому не надо заходить на воду. Бестолку это утка поднимается, пугается, короче, и уходит. Вот такой вот для себя вывод сделал. Как-то я этому раньше внимания не обращал. Но сейчас буду. На этом все. Всем счастливо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok